Привет, друзья! В прошлой серии мы купили новенький дом, и давайте сделаем небольшой рум-тур. Вот так выглядит просторный зал, совмещенный с кухней, и сам интерьер мне уже очень нравится. За кухней у нас проход в бассейн, и тут есть уголок, где можно позаниматься. На втором этаже первая же комната, это свой домашний кинотеатр и две просторные спальни. И еще на первом этаже есть массажная комната, выглядит в общем круто. Проплачен он у нас на 29 дней, спасибо прошлому владельцу. Давайте улучшим дом до максимума. Покупаю холодильник за 50, далее стиралку за 70 и кровать за 20. Зачем она только нужна, непонятно. Первым делом мне нужно перевести все свои машины к дому. И эта задачка, ой как не из простых, так как они разосраны у меня по всей карте. Первой забираю ламбу от старой квартиры, лечу в барвиху. Тут аккуратненько ее вот так паркую, и перед тем как забирать инвалидку, юзаю голд вип, так как загрузить второй транспорт без нее нельзя. Перемещаемся на минут 40 вперед, и вот такой автопарк у нас получился. Там где баги, буду ставить следующие тачки из крафта. Смотрю, что у нас происходит с предметами, а мне все так же не хватает химии. На киосках покупаю инструменты за 75, одно колесо за 15, и дальше чекаю каждый киоск, и химии нигде нет. В этом ролике я хочу приобрести огород. Знаю, знаю, у меня уже есть огород во дворе дома, но я хочу купить сразу второй, чтобы увеличить прибыль в два раза. Марио пишет, что в армейском огородам цена до 25 миллионов, и дороже не покупать. Приму на заметку, спасибо. Минут через пять написал Руслан, какой бюджет? Говорю, хз предлагай, пишет 25 кк в армейском. Говорю, ну это ж дорого, и мы одновременно друг другу написали 20 кк. Пытаюсь торговаться тут еще, но сошлись только на 20. Договариваемся встретиться на АЗС армейки, окей. А находится это, если что, неподалеку от шахты, выше Арзамаса. На заправке решаю помочь челу, и передаю 2к, походу денег на бенз нету. Пишу Русику, что я на месте, и он говорит, что едет. Проходит минут 10, пишу ему, ты где? Говорит, я почти. Проходит еще минут 20, и он тупо уже игнорит. Заехал в Казе крутануть бесплатную рулетку, и вы только посмотрите, кого я встречаю. Русланчик, он оказывается меня еще и узнал. Говорю, поехали за бизом. А он отвечает, уже нет, я передумал, и минимум 25 кк. Да уж, крутой подписчик. Если я Элмайк, то что теперь с меня за стрекороба нужно брать, что ли? В общем, с этого момента я заново начинаю поиски огорода без привязки и химии. Отписал Роман, говорит, что есть химия. Встретились с ним и едем до Рублевки. Тут у него, конечно, покруче. Есть уже и гараж, вертолетная площадка, но вот интерьер вообще какой-то такой себе. Передаю ему 10 тысяч за 2 химии, бегом отправляюсь на свалочку. Ловлю Payday. Первое, что нахожу впервые, это сейф. Начальная ставка 15к. Меня никто не перебивает, и получаю я с него 25. Далее нахожу инструменты, за которые тут битва. Перебиваем друг друга, и я ставлю 70к при начальной 1к. Никто уже не осмеливается перебивать, и забираем. Так как это, ребята, редкий предмет, и на ларяках его найти даже за 70 тоже нужно постараться. Нахожу машинку Раф, перебиваю ее на 5к, и только сейчас вспоминаю, что ее сдать-то в антиквариате стоит 4. Да е-мое. Забираю бутылку за 300, и теперь давайте крафтить противорвотные. А нужно аж 15 химии и 1 шприц. Создаем и вычеркиваем 18-ю цель из нашего списка. Снова подаю объявы о покупке огорода без привязки. Вы не поверите, друзья, на протяжении двух часов мне вообще никто не отписал. Я даже уже за это время штук 5-7 обычных объяв давал, и тишина. Все дело в том, что владельцы на 16-м нашем сервере этих огородов большинство монополисты. В общем, спустя 2 часа мне отписал Роман Эскобар. Говорит, продает огород без привязки, в армейске. Спрашиваю цену, говорит 30кк торг. Предлагаю ему 20, и он отвечает, что рынок 25-30. Честно, друзья, я уже настолько устал его искать, что я даже и за 40 сейчас его заберу. Конечно же, я с ним торгуюсь до талого, и максимум, на что удается сбить, это 26кк. Встречаемся с ним возле этих огородов, сразу же получаю предложение о покупке. Проверяем все и подтверждаем. Отлично. Спрашиваю у него финку, говорит 140к в день делает с учебой. Но верить этому мы, конечно же, не будем, а уже в следующей серии проверим сами.